Забыл что ли? Нет, не забыл. Завтра день мужиков. Правильно, Слава? Да? Ты так сказал? Ну-ка ещё расскажи, как завтра? День мужиков. Наська... Мальчику завтра постряпает кексик. Видите, как она там спряталась? Чё такого? Ничего, нормально. Он будет очень рад. Да я думаю, что, конечно, он выпечку, говорит, любит. Всё, Настя своими руками завтра постряпает. Какой-нибудь вкусный. Вам поможет. Может, не поможет. Настя сама постряпает. Настя, у нас очень хорошо готовят сад, и стряпает тоже. И что? Нет! На, на густах, чтобы не держать на весу. Вот, поднимай. Тамарин, ребята, учатся теперь записывать как раз с этого стабилизатора. Ну, а вы нам скажите, лучше получилось на колено ставь туда подальше. Вот. И подключу тебя под себя немножечко. Ну, тогда ты в кадр полностью не влазишь. Ну, если как бы сделать нормально, то влазят все. Ну, ты не хочешь сделать нормально. Вот. Ты сейчас больше на себя сделала, правильно? У меня вот этот не работает сейчас с джойстиком. Я что-то включила. Поворачивай тогда с помощью руки вот так вот. Вот я поворачиваю, и теперь мы с тобой на половинке оба. Нормально. Я вот тебя вижу. У нас солнышко такое яркое. Если мы будем делать вот так, это будет... Вот так вот, ребята. Ну, вот этот тест видео как раз, ребята, которым была проблема у нас, когда мы держались с руки. То есть, вот вы видео, кто наши смотрит давно, видели. А если кто не смотрит, а кто просто смотрит по стабилизатору именно... Вот у него есть вопрос, как работает стабилизатор. Вы возьмите любое видео, где мы сидим, обсуждаем что-то. Там сразу видно. В машине, да. В машине. Там такая тряска, что невозможно. Сейчас я вот не вижу такой тряски, я вижу, что телефон спокойно фокусируется. И мне держать не так тяжело. И мне держать не тяжело. Получается, у него даже рука вот так вот ездит, но я не вижу, что какие-то тряски, или что, что-то вообще красиво. В принципе, для этого мы стабилизаторы брали. То есть, уйти от этой проблемы, что у нас видео тряслось, и человеку было тяжело смотреть. Даже мне было тяжело смотреть, мне даже иногда подташнивало, когда там долго смотрел. Своё, вот знаете, видео, когда там он уже смотришь, думаешь, да ёшкин кот. И вот из этого я хотел, конечно, стабилизатор. Но, но, ребят, остается большое но. Ни один из блогеров не сказал про шум двигателей, а шумы есть. А может быть, когда на самом видео не будет слышно? Я надеюсь, что на самом видео, ребят, не будет слышно этих шумов. Но рядом, вот на таком расстоянии, вот я просто беру стабилизатор на таком расстоянии, держу возле себя, вот на таком, я слышу шумы. Их реально слышно. Вот, потом, вот эта вот дешевизна, не пластика, а вот материалов, вот видели, да, вот эта пипочка, которая закрывает USB. Ты её всё-таки слону? Нет, она вылетела просто настолько, она там сделана хлюпкой, то есть я её вставил обратно. Нет, она на столе осталась. Нет, посмотри, она там сзади. Вот посмотри просто внизу ручки, пальцем потрогай. Она есть! На столе тоже какая-то пипочка лежит. Я когда твои коробки раскиданные собирала воедино. Ну и что там? Там какая-то такая чёрная штучка, я думал, это и есть столе. Ну это она и есть, я уже её как бы предъел. Вот. Так что, ребят, я думаю, что мы от этой проблемы тряски всё-таки вот помощью стабилизатора вот этого ушли. Марина постепенно научится держать его в руках, ну так, чтобы было удобно. То есть ей сейчас не тяжело, она как бы просто сейчас пытается его регулировать самостоятельно. Ну чтобы было. Да, мне как-то сделать, чтобы это чуть подальше было. Ну вот там есть режимы, я её научу сегодня, как пользоваться этим режимом, чтобы не так вот поворачивать, а джойстиком, и тогда будет удобно. То есть настроил на одного, ну на одной, скажем так, и она так и будет. Ну а в принципе так, ну штучка интересная. Мы её будем пользоваться вдоль и поперёк, посмотрим, сколько она прослужит. То есть здесь вот реально вы увидите срок службы. Саша мне говорит, нравится, не нравится, пользоваться будем, раскупили. Да, ну ребят, ну потратили, получается, сколько у нас вышло? 7,490. То есть 7,5 тысяч. Да, 7,5 тысяч. Я собираюсь эту штуку использовать вдоль и поперёк, пока она мне не навернётся. И когда она навернётся, я про неё расскажу, что она навернулась. Чтобы это было правдой. Потому что, когда залазишь в YouTube посмотреть обзор стабилизатора, только вот этого нажимаешь, его везде влазит, и много очень рекламы. И реклама такая, что там ссылочка в описании, когда говорят, ссылочка в описании, понятно, что это реклама, ребят. Вот. Но, блин, обидно так, что не предупредили насчёт этих двигателей. Конечно бы, если бы я знал, что есть такой шум двигателей, я наверно 300 раз подумал, а стоит как бы этот стабилизатор брать? И кто держит стабилизаторы других марок трёхосевые, ребят, в комментариях напишите, как у вас чувствуют себя двигатели, шумят ли они вот такие шумы издают? Потому что… Ну, я бы не сказала, что прямо слышно. Я вот сижу здесь, я не слышу. Ну, ты вообще дома ничего не слышишь никогда. В принципе, у меня на вытянутой руке. Она, ребят, слышит только то, что касается её именно. Нет, соседи иногда наверху слышат, когда записывать начинаю видео, они как по заказу. Я не могу, ребят, я, видите, такой дотошный. То есть, я вот человек такой, как мне нужна каждая мелочь, как бы, и тут я, блин, конечно, немножко я подрастроился. Но я думаю, что это всё-таки временно, временно-беременно, как бы. Думаю, что всё придёт. Ну, вот у меня рука шатается, а это как бы плавненькая картинка. Ну, ладно, будем надеяться. Вот, и получается удобно. И с джойстиком. Раз, раз, раз. Так, всё, ребят, мы приехали. Получается, торговый центр что это у нас? Алмаз. Я всё забываю, как его называется. Да, это снимается. Сейчас, да, да, сейчас джойстиком надо ещё научиться пользоваться. Видишь, так вот, раз, прикольно. Вот мы зашли сейчас, Маришка, в наше кафе. Мы обычно такой, перед тем, что купить здесь. У нас тоже традиция такая сложилась. Получается, наш чайочек. Красненький чайочек. Вот, сейчас, Мариша уже прибежит. Ну, и такие вот, две мы берём обычно здесь шоколадки вкусненькие. Вон, Маришка идёт. Так, интересно. То есть, надо, если повернуть на тебя, я просто ручкой и так раздвинул и обратно её. Раз, раз. Или в ту сторону. Видишь, как подгазовываешь как будто на мотоцикле. Ну, скажи, ты не ездила за рулем, не возьму? Не. Не будешь учиться. Я даже не за рулем не ездила, вообще не ездила. Ну, скажи, здесь включала, поэтому чай здесь. В шоколадке. Да, давай наливаешь. Вон, заварился, наливает. Ну, слушай, как монопод, очень удобно, ребят, когда вот как держишь у меня в руке, как монопод. И не получается. А ты не красный, что ли? Я вообще заказывал красный чай. Ну, может, то есть красный, но простой? Да, посмотрите, что там за чай. То есть, вся новая. И ты. Оттажем. Да, покажем. Как будто вот вторичечка красная-то. Она обычно такой бывает, когда вторичечка. Ну, что-то его мало, да? Походу нас наебали, расходимся, ребят. Что-то красный чай, но ты какой-то не красный. Вы видите, да? Бледно какой-то чай. Хотя обычно делали красный всегда здесь. Хороший. В этот раз я пью желтый, а Марина пью красный. Ну, я даже не красный, я какой-то коричневый. Но обычно вот это бывает, когда повторно завариваешь красный чай. Честно скажу. Нам заявили вторичка, да? Вот, ребят, видите, кафешечку приходили тоже давно получается. Кафешечка немножко испортилась. Начали вторичек заваривать. Ваши, что-то я вообще не научу прям. Что я наверное скажу? Да сходи. Ну, давай сходи обменей. Тоже девушка посадите кучай. Пускай при нас прям нас. Маришка убежала. А потом приходит там, как бы доказывает свою правоту не знаю. Получаю очень позорно. Хотя раньше здесь таких проблем, ребят, не было. Чайно. Сказывается то, что люди... Ну, вот там другая девушка всегда была. Первый раз это вижу. Девушка. Люди экономят и получается. Отталкивают клиентов таким образом. Девушка, девушка, вот так это. Хотя она мне не ругается. А тут не будет, а там не то. Это доказывает. Девушка скажет с ней. Девушка говорит, что при тебе наливала, заваривала... Ну, пускай будет и так. Пускай на совести девушке этот чай останется. Что, возможно, не заварился, но этот... Ну, на красном чае этот чай будет. Ну, пускай останется на совести этой девушке. Большая. Ну, все расстроилась-то. Большая. Чего она опять надулась-то? О, еще я кидадул. Ха-ха-ха-ха. Ну, пошлим такой чай. Что теперь делать? Еще есть такая фишка, ребят. Мы его поставили. Получается, он стоит. Упал вместе. Да, не в чем упадет. Он же сейчас равновесие держит. То есть, вот так можно оставлять. Здесь очень удобно проводить какие-то... Кстати, можно это стримы проводить. Разговаривать удобно. Ребята, напишите про красный чай. Ну, ребят, вот честно, чай. Она и по вкусу такой же, как коричечка заваримая. Да? Еще ни о чем. Вкусно. Значит, Моришки не дают книгу жало предложений. По вкусу. Моришки, 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 там рукаются и получается все. Попросила книгу жало предложений, книгу жало предложений. Недалья хотела оставить комментарий, то что забери именно второй, ну вторичный чай. Это кафе вот находится, получается, прекрасный кафе в алмазе. Надо ходить рядом, чтобы снимать, получается, надо ходить, ну, типа такого вот. Ну, палочки сейчас еще лучше сходятся. То есть, получается, подруливать надо, так, раз, и он доводится сам. Книга жалоб не нашлась? Нет, ты у нас сказала, нет ни книги жалоб. Я попросила телефон собственника этого кафе, она мне сказала, что ожидать не может. Кто-то скажет, что, конечно, мы говнистые, может быть, за какой-то 160 рублей. Ну, я не напилась чаем, да? Ты делал-то же даже не в рублях, это получается, так? Я говорю, дедушка, вы напрямую обманываете, она говорит, я вас не обманываю, я работаю под камерами. Ну, чай, ребят, реально в вторичке будет. Там видно, по красному чаю сразу можно определить, вторичка это или нет. То есть, и зеленый, черный можно повторно заварить и не определить, то красный или повторный не заваришь. Мы пошли на самый первый этаж, получается, где продается обувь, там можно купить нормальную ключицу. Потому что здесь посмотрели, тут только дермантиновую, да, получается, ключицу, да? Под большими замками. Надо купить нормальную. Ну, все, ребят, нашли мы, получается, краску для обуви. Подбирали, девушка нам помогла из двух вариантов. Получается, это Меркурий. Меркурий, да, называется он? Вот, Меркурий. Посмотри. Девушка такая молодец, она помогла. Саламандра. Короче, я пожалел, что купили синюю обувь. Этот из Бук или как она называется, правильно? То есть, и Насте, и мне. Варишки-то купили коричневые. Очень удобно краску какую-то подобрать. А синяя краска, она разных оттенков бывает. То есть, в принципе, мы немножко подзападрились. Больше я синюю обувь купать не буду. Нашли такую ключницу, получается. Вот такой прям хороший вариант. Тут у меня в блеск как раз и шестарский ножичек, и все ключи. Все очень удобно. Настоящая кожа. И цена сколько у нас вышло, получается? Лиша? 1200, да? Какое стояние? Какое-то магазинчик. 1190. Да, мы ее взяли. Да, мы ее померили. Да, мы ее померили. 63,33. Такой вариант купили. Получается, гипермаркет семья. У них какие-то еще акции, распродажи идут. А как магазин называется у вас правильно? Рандево-магазин. Сейчас будем выходить, покажем. Нам сказали, что еще подарки разрезают. Она полностью натуральная. Здесь мех общины у нее. Может быть, она мягкая. Маришка? Может быть, сразу крем? Веск? Нет, спасибо. Крем только что купили. Если бы знали, бы купили у вас. Хорошо. Как раз для бука сейчас крем искали. У нас не крем, а шиколка. Да. Прикольно, смотри. Там зашли, да? Флотбокс, может быть, здесь. Мистер Амильев. А-а-а. Здесь еще 100 рублей. Мальчик оплачет, мы не будем показывать. Ну, прикольно. Хороший магазинчик. Первый раз зашли. И это удачно. Выбор большой. То есть у них получается обувь, сумки, ключницы. Очень прикольно, очень удобно. Все приветливые. Да нет. Саша. Держите. Моя ключница. Мы сегодня полдня потратили, чтобы ключницу найти. Нашли. Это важно. А наоборот меня идти не надо. Ну что, ребят, зашли мы удачно. Вот такой магазин. Посмотрим название. Вот это второй этаж поднимаешься в интер-маркет. И второй этаж сразу. Покажи, какая она там сидит. На уровне руке. Удобно, прикольно. А у меня до этого ребят было, видели, да, какая в начале ролика? Вот такая вот огромная. И уже вся дырявая. И уже вся дырявая. Теперь я могу и смело выкинуть. Я думаю, что не буду на память же оставлять ее как дедушку. Из кожи коровы сделала. Я, правда, не знаю, в чем разница, ребята. Кожи изменили, кожи коровы? Нет. Обычно из свиной кожи делаю. А, она хуже, да, получается? Да, ее просто больше свиной кожи отбывает. Ну все. Ну что, ребят, можно подвести итог? Привет! По данному стабилизатору. Привет! Привет! Пока! Стоит, не стоит, Марина? Привет! Ну я еще не привыкла. Но держать намного удобнее. Удобнее. Но его еще дорабатывать, ребят, надо. Еще надо дорабатывать. Ну, не знаю. Сомнительно такое, как бы, двухякое такое впечатление. Смотрите, там у нас Слава с Кохой. Вот такая вот у нас Коха выросла. Да маленькая она у меня. Вот так отошли. Ну, такие мелочи, да, конечно. Прямо посмотрим, как это, движки все-таки у меня больше всего напрягают. Ну, а если движки нормальные, их не слышно, то, в принципе, за такие деньги, да, наверное, стоит взять. Для, кто держит именно каналы на YouTube или хочет видео поснимать, семейный, как бы, архив, да? Ну, в основном, это, скорее всего, для тех, кто блогеров, кто снимает видео. Потому что для семейного архива купить вещь, которая за 7,5 тысячи будет валяться, смысла нет. Да? Именно, как бы, для качественного видеоконтента. Ну все. Всем пока-пока. Вот так, ребята, это выглядит. Получается, вот ходишь с таким вот держателем и снимаешь себя, любимого, ну там, прохожих, не знаю. Допустим, так можно сделать. Раз, два, три. Жух. Уууу. Я уже снимаю себя с другой стороны, с другого ракурса абсолютно. То есть удобно уже на основную камеру. Все медленно, в принципе, не должно смазываться. Опять. Так. Да. Да. У нас есть толстая кокос. Всё. 키кикикикин Здесь нет.